Дорогие друзья, у нас по плану была иллюзия про диффузию, и она почти готова на самом деле к выпуску, но у нас случилось, на мой взгляд, достаточно такое важное событие, которое меня поразило выпуск этой статьи, и я, собственно, ей закончу сегодняшнюю нашу иллюзию, она будет короткая и внеочередная, то есть внеочередная и короткая. И мы поговорим вот про такую интересную тему ферритин и антицитокиновой терапии. Но я напомню, что, в общем, в наших подходах к лечению цитокинового шторма, в которых, как вы знаете, в последнее время применяются и гликортикостероиды, и препараты, которые блокируют антроликины различные, в первую очередь шестой, конечно, и мы знаем, что уже метаанализ существует по препаратам, и он показал эффект и от гормонов, и гликортикостероидов, и от ингибиторов шестого антроликина, и даже FDA уже включил, собственно говоря, экстренно разрешил использовать тоталезумаб в США для терапии COVID-19. Ну вот все вопросы, которые были у нас еще осенью прошлого года, они остаются. Вопросы, которые говорят, что, в общем, как-то у нас антроликина шестого не очень много в крови. И вот мы видим, что у нас антроликин шестой в доковидную эру, по данным различных исследований, касаемо дистресса, был там, при гипервоспалительном был полторы тысячи, там, две тысячи, три тысячи, а при гиповоспалительном типе дистресс-синдрома был, ну, все равно больше, чем при COVID-19 200, 700, 400. И мы видим, что при COVID-19 цифры совсем другие при тяжелых формах. Тяжелые формы COVID-19 11, 64, 25, там, в общем, до 100. Ну вот, сравниваясь с внебольничной пневмонией, наши авторы в прошлом еще, по-моему, году, в сентябре, осенью, показали некую похожесть профиля COVID-19 тяжелого реанимационного с внебольничной пневмонией по профилю антроликина шестого и других провоспалительных цистокинов. Мы с вами видим, что и антроликин 1-бета похож, и растворимый рецептор ТНФ-альфа похож. Но мы видим, что чуть больше при COVID-19. Провоспалительный профиль похож на внебольничную пневмонией, чуть сильнее. И вот что отличает COVID-19, это противовоспалительный профиль. Здесь как раз видно, насколько при COVID-19 смещено соотношение интероликина 6-го и интероликина 10-го, который является противовоспалительным цитокином, в сторону 6-го интероликина. Здесь мы с вами видим, что по сравнению с внебольничной пневмонией разницы будет гораздо больше. И самое главное, что пациенты, которые погибли, как раз имеют большее соотношение провоспалительного цитокина к антивоспалительному цитокину. Ну и вот, собственно говоря, в заключении этой статьи, что противовоспалительный профиль угнетен по сравнению с внебольничной пневмонией. Ну вот отсюда возникла идея вообще, может быть, нам давать больше 10-го интероликина, наоборот, его подвпрыскивать, да, или наоборот, что-то вот не действует больше на противовоспалительный профиль. Но речь сейчас не об этом, речь о том, что на самом деле говорят цитокином в этом шторме, и сравнивая, опять же, напоминаю вам, эта картинка уже была у нас, напоминаю, как цифры интероликина 6-го при COVID-19, в котором называют словом цитокиновый шторм, то, что цитокиновым штормом изначально не являлось, потому что как раз цитокиновый шторм был характерен для онкогематологии, тот самый синдром, который называется цитокин-релизинг-синдром. Вот он, CRS, последнее слово в этой картинке. Видите, что там цифры интероликина 6-го были 20 тысяч, 12 тысяч и так далее. То есть тысячи совершенно не 5, 10, 100, как при COVID-19. То есть немножко он не похож на тот шторм, который обычно описывали при цитокин-релизинг-синдроме. Но это касается и CRB, и ферритина. Обратите внимание, что CRB, опять же, при COVID-19 CRB 100-150, может быть, до 200, скажем. А вот при этих цитокин-релизинг-синдроме CRB будет и 300, а если мы говорим про панкрионикроз, например, там тоже может быть 500 CRB. И ферритин, посмотрите, очень важно, мы сегодня поговорим про ферритин. У нас при COVID-19 ферритин 500, 600, 1000, 1500, но у кого-то 2. Смотрите, цитокин-релизинг-синдром. Ферритин 60 тысяч. Ну вот, говоря про этот ферритин, очень важный, да, и говоря про CRB и летальность, начиная с этих вот наших маркеров, CRB и летальность, недавно опубликованный фоллоуап работы, исследования коры иммуна по тоцелезумабу, который изначально вроде показал небольшое там улучшение выживаемости в группе тоцелезумаба, и к 14 дню в первую очередь. Видите, что здесь к 90 дню фоллоуап не показывает в целом группе различий по тоцелезумабу. Это картинка А. А вот картинка Б, когда поделили по CRB эту летальность, то оказалось, что если в общей популярности, если мы поделим CRB меньше 150 мг на литр и больше 150 мг на литр, то в той ситуации, где у нас CRB меньше 150, никаких у нас различий достоверных выявлено не было, а вот в группе CRB больше 150, видите, это вот желтенькие линии, насколько у нас отличается летальность при применении тоцелезумаба и без него. Вообще 100% выживаемость у нас при тоцелезумабе и 70% выживаемость при применении, без применения тоцелезумаба. Ну и все-таки ферритин. Вот выходит статья по ферритину на днях, выходит статья, правда, ретроспективное когортное исследование, но 380 пациентов в Нью-Йорк, комбинация высокопоточной оксигенации и метилпреднизолумб. То есть такие тяжелые пациенты, которым уже нужен кислород, которым уже дают глюкоратокостероиды. И вот разделили этих пациентов на три таких, три когорты. Первая когорта, пациент у которых ферритин ниже 600, вторая 600-1300, и третья 1300 и там 13000. И вот посмотрите внимательно на данные, которые внутри этой таблицы, видим, что у них температура на въезде около 38 у всех, 38-39, низкая сатурация 90-91. ЦРБ в первой группе, там, в низкого ферритина 90, примерно 93, во второй группе 128, в третьей 136. В общем, в ЦРБ тоже будет, чем выше ферритин, тем выше будет ЦРБ. Додимер практически нормальный у всех групп, прокальцитонин нормальный, бактериальной инфекции нет. Но интерлекин 6, обращаю внимание, опять же, в первой группе 60, цифра 62,9, во второй 53, медиана, в третьей 71. То есть, опять же, там не десятки, не сотни тысяч. Как этот, у нас интерлекин 6, немножко не вяжутся с тем самым, с таким релизинг-синдромом. И вот, что получилось в этой работе. Ферритин и летальность. Если мы берем первую вот эту когоруту ферритина, который низкий, первый тертель, то мы видим, что в группе метилопреднизолона, тем пациентам, которым давали метилопреднизолон, летальность была выше, достоверно выше, чем в группе, которую метилопреднизолон не давали. Теперь мы берем средний тертель, там, где был ферритин 600-1300, видим такая же картина. В группе метилопреднизолона летальность выше. И берем теперь самый высокий тертель, там, где ферритин был выше, чем 1300, и видим, что здесь как раз наоборот. Метилопреднизолон у нас привел к снижению летальности. Очень интересная история. Причем посмотрите цифры. Если мы посмотрим на цифры летальности в первых двух, там будет где-то 20-40%, то здесь мы видим, что в группе метилопреднизолона летальность 5%, а в группе без него летальность 40%, как раз те самые проценты. Интересная история, насколько происходит снижение летальности. Еще раз говорю, это ретроспективное когортное исследование, это не рандомизированное, но просто повод задуматься над тем, что происходит. Ну и вторая картинка из этого исследования, это ферритин и кумулятивный такой конечная точка. Это ИВЛ или летальность. Видим, что в группе нижнего тертеля у нас ИВЛ или летальность 28-й день. Примерно одно и то же. В нижнем тертеле был метилопреднизолон или нет. В группе среднего тертеля, где 600-1300, у нас тоже летальность выше, кстати, немножко, чем в группе первого тертеля, но не отличается достоверно между группой метилопреднизолона и без него. И вот в группе как раз высокого тертеля, где ферритин был больше, чем 1300, у нас частота ИВЛ или летальность, и или летальность, она в группе метилопреднизолона гораздо меньше. 40% в группе метилопреднизолона и 60% в группе без него. Собственно, этот повод нам задуматься над тем ферритином, который мы применяем и используем обычно в комбинации с СРБ, и, в общем, как бы в один флакон и в одну копилку. Обратите внимание, здесь ферритин позволяет нам как-то вот подумать о том, как мы проводим нашу терапию, стратифицировать тем самым выбор терапии у наших пациентов. Спасибо всем за это внимание. Внеочередной выпуск завершен. Ну и ждите нас на наших следующих выпусках «Иллюзии», которые очередны. Мы ждем скоро «Иллюзии по диффузии». До новых встреч!